На мой взгляд, основные потребности мужчины в семейных отношениях, это прежде всего, чтобы его уважали. Сергей Филинов. Пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч. Автор учебных курсов, программ и тренингов. Автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждёт». Консультант по программе предбрачной подготовки. Женат, воспитывает трёх дочерей. Дело в том, что каждый мужчина, он вообще-то нуждается, или, скажем так, более всего в своём сердце хочет убедиться, что жена удовлетворена им, что действительно он справляется, что он ответственен, что он выполняет свою роль, ну, можно так сказать, царя, правителя в семье. И любой мужчина, вступая в брак, он, конечно же, видит свою инициативу, он понимает, что это он инициировал, что это его ответственность. И поэтому, конечно же, очень важно, чтобы в семье со стороны жены, со стороны женщины было уважение. И, наверное, начинается это прежде всего с того, что благодарить за добрые дела, которые он делает, потому что некоторые дела, они воспринимаются, ну, как должные. Ну, вот пошёл он и повесил полку, которую давно уже там надо было повесить, укрепить, и можно было бы принять это. Ну, конечно же, это мужчина, он должен был это сделать и пройти дальше. Но мудрая жена, которая нацелена на то, чтобы созидать дом, она понимает, что это хорошая возможность взять, поблагодарить, сказать, что он молодец, что у него золотые руки, он мастер. И вы знаете, в этот момент, когда мужчина слышит такие слова, он расправляет плечи, он понимает, он где-то внутри такой уже чувствует этот голос похвалы, и это приятно, это поднимает его. И я уверен, что в следующий раз, когда будет какой-то другой хозяйственный проект по дому, он уже с большим желанием будет подходить к этому. Но на самом деле это не только ограничивается хозяйством, это вообще по жизни. То есть похвала, которую вы можете сделать в адрес мужчины, это созидает его. Так что то, что больше всего нужно, это уважение, что ему можно доверить. Доверие тоже очень важный момент, который нужен необходимому мужчине. Он должен ощущать, что ему доверяют. И в этом плане тоже, вот если на такие бытовые темы давать примеры, то жене не стоит влазить в те хозяйственные дела, которые сугубо мужские. Ну там делать какие-то замечания по поводу того, как он молоток держит, как он сверлит. Ведь это просто довериться ему и сказать, хорошо, милый, делай. Вот, и сделает, и наверняка он сделает. И потом, вот жене мудрой очень важно знать, те дела, которые он делает, по большому счету, особенно в доме, он делает для вас, для своей жены. Поэтому очень важно замечать эти дела, отмечать их, хвалить его за это. И тогда он будет, в свою очередь, тоже, будучи в таком приподнятом настроении, будет иметь хороший заряд бодрости и будет созидать дом. Он будет с радостью приходить. Понимаете, ведь это же действительно очень важное отношение. Когда он приходит домой, и он понимает, что там его уважают. И он пришел домой, ему не сразу накидывают, какие-то дела, вот ты появился как раз под руку, давай это, делай то. Но прежде всего прием. И, наверное, трагедия, когда уважения нет, потому что мужчина действительно в служении сталкивался, жалуется на именно вот этот момент, когда меня на работе уважают, я руководитель, у меня есть подчиненный, меня уважают мои друзья, но попадаю домой, и там вдруг нет уважения. Так что, дорогие и уважаемые, еще раз повторю, что, наверное, похвала, уважение, благодарность, это и есть основные, основные потребности мужчины в семейных отношениях. Так что не скупитесь, а проявляйте мудрость в том, чтобы действительно ободрять мужчину всегда. И даже какие-то небольшие вещи, поверьте, начиная с малого, есть также возможность надеяться на то, что все больше и больше он будет раскрываться, все больше будет вкладывать в семью. И тогда действительно семейные отношения, они будут очень крепкими, и вы будете действительно чувствовать друг друга. И он в ответ также. Кстати, интересный эффект, когда в семье он слышит, что его созидают, его поддерживают. Я уверен, что той же самой взаимностью он будет отвечать. Поэтому, видите как, сначала самому отдавать, и тогда в ответ можно будет ожидать, что тоже будет это возвращаться таким же доверием и таким же уважением. Так что, пожалуйста, хвалите, ободряйте и уважайте своих мужей. На мой взгляд, конечно же, это очень индивидуальный такой вопрос. Кто по продолжительности, сколько будет развивать отношения, и вот этот вот этап ухаживания, который очень важен, когда люди узнают друг друга. Я думаю, что здесь очень важно смотреть на личную зрелость человека, духовную его зрелость, потому что кто-то достаточно зрел, и ему понадобится меньше времени. И вот этот этап, который был у них, знакомство до целенаправленного, так скажем, ухаживания, когда они уже знают о своих чувствах, когда они уже развивают активное отношение, вот, это тоже очень важно учитывать. Поэтому это индивидуально, но я бы обратил внимание вот на что. Ведь здесь же важен вопрос, чтобы он почувствовал, что он ответственен, да, что он может уже принять решение. И вот в этой точке, когда он принимает решение, вот что очень важно? Посмотреть, во-первых, готов ли он сделать ее счастливой, да, если мы говорим со стороны мужчины, вот, готов ли он действительно жертвовать чем-то из своей жизни, отдавать что-то ради того, чтобы другому было хорошо. Посмотреть на то, что те отношения, которые есть, они больше дают силы или наоборот, истощают. То есть, мне кажется, это важные критерии. Посмотреть на то, способен ли мужчина прощать, как они проходят конфликты, нет ли у них какое-то выражение агрессивности. Вот это вот все критерии, которые очень важно учесть, когда вот этот период ухаживания происходит. Я думаю, что это очень особенный период, когда действительно мы имеем возможность увидеть, как он выражает, как он берет на себя ответственность. И поэтому очень ценно, чтобы, но он не затягивался в какой-то мере этот период, но тем не менее, чтобы шаги были сделаны и чтобы вот, наверное, более всего, я бы сказал, жертвенность должна присутствовать, чтобы мужчина подал признаки, показал, что он готов жертвовать чем-то своим ради своей возлюбленной. На мой взгляд, жена, конечно же, должна быть лучшим другом. Дело в том, что по Божьему замыслу семья – это, если можно так сказать, одна единица. Это то, что должно стремиться к единству. И муж и жена, они должны стать целым, единым. Их Господь соединяет. А это возможно в том числе, когда есть вот эти общие интересы, когда, как у друзей, знаете, есть интересы, которые их объединяет, так же и жена, она должна понимать, что важно для мужа. А муж должен также быть в курсе и понимать, что важно для жены. Поэтому, как бы это смешно ни звучало, но я бы сказал для жены, допустим, если ее муж увлекается рыбалкой, это важно ей взять и интересоваться. Скажи, а что это ты тут накупил? А что это за удочка? Что это за спиннинг? Или если жене важно что-то, связанное там с готовкой, с хозяйством или какое-то другое есть увлечение, это неплохо, если муж хотя бы иногда будет все-таки задавать вопросы и спрашивать, а почему, что ты прибрала, почему это для тебя важно? Будет разделять с ней эту радость, которую она имеет, вот от какого-то такого интереса, хобби, которое у нее есть. Когда мы говорим о том, что должны быть друзьями, я не подразумеваю, что, знаете, есть, если особенно для мужчин, скажу, когда возникает такая ситуация, что надо защищать, что надо быть вместе с соратниками, теми, кто пойдут и будут защищать. Вот я говорю прежде всего не о той дружбе, что жена должна тоже взять, стать рядом, взять меч, там щит и пойти. Нет, на это есть действительно мужчины, те, которые будут защищать. Вот в этот момент действительно это уже другой случай. И здесь мужчина идет и защищает, он защищает свою семью, свою страну. Вот, но если мы говорим о мирном времени, если мы говорим о доме, одной крыше, где живут муж и жена, то очень важно, действительно, чтобы они были друзьями, чтобы они могли делиться, разделять свои интересы, пусть не до конца, да, это не означает, что жена всегда будет теперь с мужем на рыбалку есть, но она в курсе того, что интересно для него. Она в курсе, если мужчина увлекается политикой, почему бы не узнать, какие политические партии есть, что происходит. Уверяю, это все будет только в плюс для того, чтобы ваши отношения были крепкими и надежными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова